Лукашенко на встрече с Лавровым говорит, нет, 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 никакой игры быть не может, нет, 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 мы все однозначно, однозначно на стороне России, вот что вы по этому поводу думаете, все-таки есть какая-то игра, Лукашенко врет в глаза Лаврову, или он действительно уже до конца, так сказать, с этими преступниками? Я полагаю, что все несколько сложнее. Игры могут быть, но если игры какие-то ведутся, они ведутся с как минимум молчаливым одобрением России. Лукашенко сегодня не в такой ситуации, чтобы податься в какие-то там уже совсем игры за спиной у России. Он понимает, что в его ситуации это чревато и могут очень быть большие проблемы. И тут сравнение с другими странами, я думаю, они не очень правомощны. Все-таки Беларусь на сегодняшний день для России играет совершенно особую роль и геополитическую, да и эмоциональную. Поэтому я допускаю, что могут быть какие-то игры, что могут быть какие-то дезинформационные кампании. Лукашенко может, или люди от него могут пытаться выходить на европейских чиновников, на украинских чиновников. Но я полагаю, что тут самостоятельности нет. Это все игры, которые, по крайней мере, с москосиками. Хорошо, хорошо. Вот выходить на европейских чиновников, на некоторых и даже и тайно выходить не надо. Сами едут. Вчера Сиярта, глава МИД Венгрии, приехал в Беларусь. Это как медицинский факт, все это видели. Вот. Скажите, вот это движение, оно как бы это начинает вода камень точить? И мы можем ожидать учащения таких визитов? Я имею ввиду представителей ЕС. То есть такой медленной, ползучей легитимизации режима Лукашенко. Ну, тут же надо смотреть, прежде всего, на того, кто приезжает. Мы же не знаем, кто будет приходить к власти в европейских странах. Если посмотреть на сегодняшнее словацкое правительство, как оно выглядит, что они говорят, не исключено теоретически, что кто-то и от них может приехать. Но это же пока абсолютно специфическая история. Сиярта приехал как представитель Венгрии. Тут европейской компоненты в этом визите какой-то я не нахожу. Венгрия это такая очень специфическая европейская история. Весьма специфическое, сложное правительство, у которого во многом плохие отношения с Европейским Союзом и с другими партнерами по Евросоюзу. Которое проводит политику, которая во многом отличается от европейских принципов. Ну, и в том, что Сиярта произносил в Минске. Да, это же не первый раз он и в Минске, и не первый раз он делает заявление о каких-то правах человека, о свободах, политических заключенных в Беларуси. Об этом же речи нет, его это абсолютно не интересует. Это венгерская специфика. Это представитель Европейской комиссии или других европейских стран, который бы оказался в Беларуси, но он бы не смог бы обойти стороной эти темы. Так что, если бы вообще такое произошло. Так что, контакты какие-то, какие-то возможные. Мы же не знаем, как будет действительно меняться политическая карта Европы, но преувеличивать здесь не стоит. Я даже не думаю, что этот визит Сиярта был Лукашенко больше нужен, чем венграм самим. Тут необходимо учитывать венгерскую специфику. Это действительно маленькая, но очень амбициозная европейская страна. Орбан пытается в контактах с автократическими режимами продавать свою самостоятельность. Что вот мы в Европейском Союзе, но мы отличаемся, мы у нас другие ценности, мы не либеральная демократия. Мы демократия, но либеральные ценности, они нас не интересуют. У нас очень сильный такой национальный дух и прочее, прочее, прочее. А по основным внешнеполитическим вопросам мы занимаем особую позицию. Мы против поставок вооружения в Украине. Сейчас заблокировали 50 миллиардов помощи. Мы за переговоры с Россией в Украине не все уж так однозначно. Посмотрите, какие есть проблемы и прочее, прочее, прочее. Это их такая специфическая позиция. Это внутриполитически важно, потому что с такой позиции орган пытается консолидировать венгерское общество. Ну и какие-то внешнеполитические очки он и зарабатывает, он получает преференции от России. У него очень тесные, особые отношения с Китаем. И вот эту белорусскую историю я бы тоже воспринимал в этом контексте. Ну вот давайте допустим, может сложиться действительно ситуация, при которой Европейскому Союзу придется говорить с Лукашенко. Основным игрокам Европейского Союза придется говорить с Лукашенко. Это могут быть вопросы границы, новый миграционный кризис. Это могут быть вопросы войны и прочее. Кто сегодня в Европе мог бы с Лукашенко говорить? Ну остальные просто побрезгуют и не будут с ним разговаривать. Да и отношения такие, что с ним вступить в диалог, это что-то совершенно уже, а публичный диалог по крайней мере, что-то совершенно фантастическое. И тут на сцену могут выйти венгры. Может выйти венгерское правительство и сказать, а вот смотрите, а мы можем. А с нами они говорят, а мы туда ездим. Вам нужно что-то передать Лукашенко? Пожалуйста, через нас. Вам нужен посредник для переговоров с Лукашенко или с Путиным? Пожалуйста, это только мы можем. Это наша исключительная компетенция. Никто больше не в состоянии это делать. Так что они тем самым своими контактами и с Москвой, и с Минском над этим работают. Ну а что этот визит стоил Сеярта? Ну он приехал. Его тут местный автократ принимает на таком уровне, который ему не снился. Ну кто встречается с министром иностранных дел обычно? Никто не встречается. А тут его и приняли. Проходит какая-то конференция международная. И вдруг в Венгрии тут ведущая держава на уровне Ирана, на уровне Китая. Не знаю, Китай, не помню. Честно говоря, участвовал ли представитель Китая в этой конференции? Наверное, участвовал на уровне России. И, конечно, это им забавно, приятно. Ничего абсолютно не стоит. Это не то правительство, которое заботится о своем имидже. А определенные внешнеполитические дивиденды есть. Ну, Лукашенко считает, что он прорвал международную блокаду. Но выглядит это смешно. Но когда он в разговоре с представителем правительства, которое критикует изо всех сил Европейский Союз, и которому недавно со стороны главного европейского дипломата Жозеппе Борреля было сказано, не нравится в Европейском Союзе, и вас никто не держит. Можете уходить. Когда их уже, извините, Александр, с саными тряпками, когда их уже из Евросоюза венгров? Или это вообще не бывает такого? Проблема Евросоюза заключается в том, что процедура выхода, она же как таковая, она как выкинуть кого-либо. Такая процедура не прописана. Никто же не исходил из того, что вот можно войти, его вот какую-то страну надо выкидывать. Это как в Минском райпо. Войти просто, а выйти невозможно. Дело в том, что против них же вводят там различные санкции, идет критика, и есть надежда у крупнейших европейских стран, что эту болезнь Орбана, болезнь развития Венгрия переживет, и что в какой-то момент Орбан и все связанное с ним исчезнет, и Венгрия станет, вернется в принципе в лоно европейской семьи, и снова станет страной, которая будет признавать либеральные ценности и прочее. Но то, что сказал Боррель, это больше, конечно, эмоциональное заявление. Зачем Орбану уходить из Европейского союза? Он получает, Венгрия получает серьезные преференции от нахождения в Европейском союзе. А критиковать, поносить Европейский союз, да, Орбан, он делает карьеру на этом, ему это нравится. Он же неспроста сравнил Советский, Европейский союз с Советским союзом, и сказал, что Европейский союз, он как бы жалкая породия. Ну, потому что, естественно, он понимает, когда Советскому союзу что-то в той же Венгрии не нравилось, и в других соцстрадах, то Советский союз был готов идти на самые решающие, решительные меры, вплоть до вооруженного вторжения, что было в той же Венгрии в 56-м году. А Европейский союз, ну, критикуют, вот пальчиком показывают, говорят, не надо так делать, вы же все-таки европейская страна, вы же должны придерживаться ценностей нашего союза. А Орбан на это открыто плюет, у него это получается. Но, опять же, как говорят многие европейские дипломаты, европейские политики, есть два Орбана. Один Орбан, который на публике протестует, кричит, рвет и мечет, а другой Орбан, это Орбан, который за кулисами соглашается на все. Ну, вот сколько мы это уже видели по санкциям и против России, частично против Беларуси, прежде всего России. Как это все работает? Когда санкции обсуждаются, Венгрия начинает повторять, мы заблокируем, мы не примем, это противоречит нашим интересам. Потом Венгрия выбивает для себя какие-то европейские преференции. Ну, что в Европе политическая культура такая, надо как-то договариваться. Вот они что-то хотят, надо им дать, и все будет нормально. Когда Орбан что-то получает, за все санкции гласует. Они же не заблокировали в итоге ни одного санкционного пакета. Ну, вот сейчас 50 миллиардов заблокировали Украине помощь. Ну, это они блокируют, но эта помощь пойдет другим образом. Но опять же, венгерские блокады, как и в истории с принятием Швеции в НАТО, что они вот сейчас не хотят уже проголосовать. Эти блокады, это приглашение к переговорам. Что вот посмотрите, если с нами можно договориться, поговорите с нами, сделайте нам хорошее предложение, и все будет замечательно. А если взять еще вернуться к этим визитам в Беларусь, ну, на них никто в Европе не обращает внимания. Другое дело, если бы там, не знаю, бросился бы вдруг министр иностранных дел, условный, Португалии или Италии, или Франции. Взял бы, приехал в Минск на эту конференцию, да еще пошел встречаться с Лукашенко. Ну, тогда были бы разговоры, что это. А поехал министр иностранных дел в Венгрии, ну, все понятно, него другого и не ожидают. Если бы француз, я думаю, тогда, вы помните, была история весной, спецборд какой-то там реанимационный. Вылетел бы спецборд из Парижа за своим министром иностранных дел с санитарами. Быстренько погрузили. Нет, все, ничего, извините, ну, бывает помешательство, да, поэтому. Давайте очень много мы... Все-таки одну вещь, если позволите, я бы добавил. Вопросы встреч с Лукашенко все-таки мы должны учитывать один факт. Со времени протеста уже прошло более трех лет. И протесты, они в Европе, конечно же, подзабылись. И подзабылось то, что Лукашенко вытворял в 2020 году, а то, что происходит после 2020 года, ну, после 2021 года. Такой большой был всплеск, связанный с Протасевичем, с делом Протасевича, с миграционным кризисом. Ну, а после этого интерес к тому, что происходит внутри Беларуси, конечно же, он не угас совсем, но он не на большом уровне. Да, назовем так, не на серьезном уровне. Встретиться с Лукашенко, в принципе, это сегодня уже не вопрос там легитимности, нелегативности, признания, непризнания. В конце концов, мы живем в таких политических условиях, что если ты встречаешься с кем-то, и это помогает решить какие-то проблемы, ну, разговаривали бы с Лукашенко. Вопрос, скорее, в том, что Лукашенко не воспринимается как фигура, которая что-то определяет и которая что-то решает. Ну, по каким вопросам можно говорить с Лукашенко? Размещение ядерного оружия, я думаю, что во Франции везде все поняли, не вопрос Лукашенко. Введение войск, белорусских войск в Украину, он против, но это последнее слово не за ним. Если человек ни на что не влияет, серьезное и важное для европейцев. О чем с ним рассказываешь? Лукашенко, секундочку, вы не правы. А саммит для обсуждения архитектуры безопасности Евразии? Вот Олейник говорит, мы соберем саммит, будем обсуждать, да? И, глядишь, премию Нобелевскую мира получит Александр Григорьевич. Он же в 20-м году спас мир от войны. Это как бы по совокупности достижений даже две можно дать. В 22-м году организовал переговоры? Да. Украина? Вот, и, понимаешь, ну, вот вы написали у себя в телеграм-канале, на который я рекомендую страстно подписаться, а то я вижу, что у вас там падают... Ну, страшно, конечно, вы же тоже экстремист, понятно. Вот, но, тем не менее... Нет, я еще не... Да, под что вы рассказываете. Значит, вы пишете, что это вот это предложение Олейник, ну, официального Минска собрать саммит для обсуждения архитектуры безопасности Евразии, это даже не смешно. Почему? А почему нет? Это же любимая роль Лукашенко. Миротворец. Помните Минские переговоры? Почему нет? Почему не в этот раз? Ну, это не смешно, наверное, с той точки зрения. Мне кажется, что когда ты одну и ту же шутку повторяешь изо дня в день, в какой-то момент она перестает касаться смешным. Но в целом, я думаю, сейчас же была информация о том, что Лукашенко изменил требования к дипломатам, как они должны быть, что у них там не должно быть у их родственников карт поляков, проходить полиграф и прочее, и прочее, и прочее. Мне кажется, что там следовало бы добавить еще одно большое и важное качество, быть готовым в любой момент быть посмешищем, выставлять себя на посмешищем, выдвигать абсолютно идиотские идеи, заниматься откровенной политической клоунадой и сносить это. Ну, вот эти все предложения из этой области. Это никому не интересно, это никто не слушает, это никто не воспринимает всерьез, но они это продолжают повторять и будут повторять. Чтобы проводить какие-то саммиты, чтобы проводить какие-то конференции, нужно пользоваться хотя бы маломальским, иметь маломальский политический вес и пользоваться доверием. А этого вообще не наблюдается, не наблюдается напрочь. Лукашенко не хочет признать одну простую вещь, что за все его выкрунтасы, которые он проводит с 2020 года, с целью показать, заявить о себе, обратить на себя внимание, показать себя крупной важной фигурой, это ни к чему не приводит. Я думаю, что сегодня его считают куда менее самостоятельной фигурой, чем это было в Европе и в Америке, и на Западе. Да я думаю, что, честно говоря, и в Азии, и в Китае тоже считают его куда менее самостоятельной и серьезной фигурой, чем это было еще пару месяцев назад, не говоря уже там пару лет назад. Да, ты спрашиваешь, мой любимый Фридман не экстремист? Нет. Мы. Да? А он нет. Да. Так вот и живет. Ну, я думаю, что нас могут послушать и уравнять. Точно. Отменить наш экстремизм, думаете? Передать. Думаете? Ну, я не слышал, честно говоря, что в Беларуси экстремизм отменяли. По-моему, в белорусском случае это стал экстремистом, экстремистом навсегда остаешься. Всегда можно быть первыми. Слушайте, вы так вспомнили про 21-й год, про самолет Протасевича, а ведь замечательное воспоминание. Как перебрасывается мостик в день сегодняшний. Смотрите. Вчера в Россию прилетел, как вы его называете, член политбюро Хамаса. По имени Абу Марзук. В свое время Абу Марзук очень сильно ругался на белорусские власти, потому что те, по его мнению, попытались опорочить доброе имя Хамаса. Помните, 21-й год, самолет Протасевича, как бы причина... Почему его пришлось посадить, самолет? Ну, потому что письмо было из Хамаса, что они сейчас взорвут этот лайнер ко всем чертям. Да, да, да. И тогда Абу Марзук сказал, ну как... Мы самолеты не взрываем. Да, мы тут вообще серьезные ребята. И вот этот Марзук вчера прилетел в Москву. И там они разговаривали. Вот. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в этом... Ну, получается, что Марзук недолюбливает Лукашенко и его команду. Но при этом разговаривает с братом. Со старшим братом, с ближайшим союзником. Или Марзук уже забыл про этот самолет и вообще сейчас не до Лукашенко ему? Ну, думаю, что... Ну, я думаю, что все-таки он о самолете-то помнит. Но ему не до Лукашенко. Ну, что ему? Ему Лукашенко сейчас мало интересует. А с Россией у них тесные связи. И всегда были тесные связи. Это вообще, кстати, удивительная история. Хотел бы я посмотреть вот на этого человека, который в 21-м году придумал именно эту историю с Хамасом. Почему они выбрали Хамас? Почему они, например, не взяли какой-то более правдоподобный вариант? Потому что специфика Хамаса всегда заключалась в том, что Хамас ведет борьбу с Израилем и ведет борьбу с евреями. Ну, честно говоря, трудно представить, какое отношение может к Израилю и к евреям иметь Роман Протасевич, который находился на борту этого лайнера, который летел из Афин в Вильнюс. То есть, когда пришла эта история с Хамасом, ну, она абсурдна. Ну, это действительно захватывать самолеты. Нет, теперь, если другое дело, если бы это был какой-нибудь израильский самолет, ну, можно было себе это представить. А этот рейс, ну, это попахивало откровенным абсурдом. Вот они и возмутились, что их оборочили. Это как, да, я не знаю, там произошла утечка газа на какой-нибудь, на каком-нибудь нафтане новополоском и обвинить вот тамильских тигров, например, там, вот, членов сепаратистского движения, там, какой-нибудь южной части Колумбии. Ну, что-нибудь такое, да, примерно. Люди вообще знать не знали, что бывают самолеты Афины в Вильнюс вообще. Ну, вот смотри, на стадионе вот в этом, в Новополоцке вот этом. Туалет мы видели только что. Это ж ИГИЛ? ИГИЛ, да. Ну, в общем, можно так. В общем, короче говоря... Мы обиделись тогда. И было заявление Хамаса очень-очень резкое. А поскольку Абу-Марзук отвечает за внешнеполитические вопросы, вот он тогда и говорил, может быть, они даже и россиян их донесли. Ведь Россия фактически и курировала у них с Россией давно очень тесные отношения. Кстати говоря, роль, которую Россия сыграла в этом нападении Хамаса на Израиль, она же остается открытой. Мы же не знаем. Мы мало... Мы знаем, что у Хамаса есть российское и советское вооружение. Каким образом оно его получало? И какую роль там сыграла Россия? Было это... Происходило это сведомо России. Наоборот, Россия это поддерживала. Знал ли Кремль о том, что готовится это нападение? Возможно, санкционировал он его? Это все открытые вопросы. В Израиле будет расследование. И я надеюсь, что ответы на эти вопросы мы в итоге получим. Но могу себе представить, что Хамас очень возмутился. И да россиян донес, что не стоит Хамас обвинять в таких вещах. Кстати говоря, тема-то Хамаса. Она же с 21-го года, она из белорусского контекста исчезла. И вот когда сейчас Хамас прославился на весь мир, историю с самолетом Райн-Эйр обычно не упоминает в этом контексте. А зря. Видимо, получается, Лукашенко уже тогда предчувствовал, что Хамас способен на совершенно жуткие шаги. И обвинили Хамас тогда в готовности взорвать самолет. Сегодня, если бы мы с вами разговаривали два года назад, и речь шла о том, что Хамас там какой-то просто самолет в Европе попытается взорвать, я бы сказал, что это откровенный бред. Этим они не занимаются в принципе. А сегодня, после тех злодеяний, которые Хамас совершил и продолжает совершать, ну, теперь Хамасу можно сказать, что они готовы в принципе практически на все. И возможно, Лукашенко это предчувствовал еще два года назад. Так вот, вчера на зеркале вышел материал «По стопам Геракова» называется. «12 подвигов Лукашенко героических». Тут же ботики накинулись, понимаешь, и не читая этот материал, наставили лайков, лайков, лайков. С самоотверженных или просто невероятных деяний. Да, даже пропаганда вчера перепощивала, вот думала. Ну, то есть... Не заглянув, о чем уже? Так я 13-й придумал ему. Нанес жесточайший провентивный удар по террористической группировке Хамаса, еще в 21-м году. Провентивно. Можно сказать, да. Боже, как это... Если бы это не было так... А я бы предложил сравнить его с Аполлоном. Если бы его сравнили с Аполлоном, мне интересно, они в этом случае бы тоже это перепостили или нет? Или они посчитали бы сравнение с Аполлоном неподобающим? Тут все зависит от того, с каким Аполлоном. Если с... Там же разные миссии были. Помните, кто-то вернулся, а кто-то нет. Тут важна была бы циферка, которая к Аполлону приписана была бы. Ну, в общем, ладно. Я бы думала, с Богом сравнить Аполлоном. С Богом... Это не убудет. В смысле, это и так понятно. Вот этот вот, который голышом стоит красивый. Ладно, смотрите, Хамас вчера в России... Ну, у меня нет вопроса, почему Хамас... Победители подарили подарок. Победили подарок, да. Павел Петрович убил бабушку и пришел к своему другу Ивану Ивановичу, который убил старушку. И они обсудили общее, так сказать. Это понятно. Еще одну деталь, она очень важна в этом контексте. Российский МИД принимает и встречается с людьми, которые несут ответственность за убийство граждан России. Там, по-моему, было, кажется, более 20 человек, которые были убиты, это граждане России. И в заложниках у них есть граждане России. Да, это, как правило, люди с двойным гражданством, гражданством Израиля и гражданством России, но так или иначе, по российским законам, они россияне. И это не мешает российским властям вести переговоры с этими людьми. И Россия отказывается признать их террористами. Ну, как можно признать террористам того, кого ты поддерживаешь? Ну, тут как бы вопрос же... Есть российское руководство, есть там Путин и его команда. А где они, а где граждане России? Да плевать они хотели на граждан России. Это же не как Америка с американцами, да? Мы, собственно, это видели. Мы видели это на примере белорусского МИДа, который давал совершенно идиотские рекомендации двигаться в сторону Египта. При том, что там вот Женя Булко у нас в эфире был. Он говорит, что ни в коем случае... Тут наоборот, в Израиле говорят, ни в коем случае туда не идти, потому что вы же видите, что там происходит, застрелить могут. А наш МИД радостно говорит, давай в сторону Египта. Или идите купите билеты, или в Египет. А, и про билеты, про самолетные тоже. На сайтах вот все, Булко говорит, только не на сайте, потому что какой сайт, все висит, все давно. Только если вы хотите по-настоящему улететь, то только вживую идете в кассу. То есть какие-то совершенно, как в собачьем сердце, советы космического масштаба и космической же глупости. Ну, в общем, Иран, министр иностранных дел Ирана вчера поехал в США. А Иран тут все обвиняют. Ах, Иран плохой, они за Хамас. Что происходит? Почему в США? Это такая судорожная попытка договориться перед какой-то большой опасностью? Думаю, да. Это вообще, конечно, визит неординарный. Но как выяснилось, в итоге он проходит в рамках ООН. Он все-таки поехал не в Вашингтон, а в Нью-Йорк. Но я думаю, что самое важное, конечно, останется за кулисами. У него наверняка были встречи с соответствующими американскими фигурами. И вчера Иран делал целый ряд противоречивых заявлений. С одной стороны, была эта информация о том, что якобы Хамас готов передать всех заложников Ирану. А сам Хамас это потом опровергнул. Но если бы, кстати, передал, то для Ирана была бы идеальная, элегантная возможность выйти сухим из воды. То есть, с одной стороны, как бы получили этих заложников, потом бы освободили. И после того, как бы, если бы освободили, было бы сложно предпринимать какие-либо шаги против Ирана. Но, видимо, из этого ничего не будет. И традиционная со стороны Ирана идет эта риторика запугивания, что если Америка ввяжется в этот конфликт и не поздоровится и прочее, прочее, на это вообще не стоит обращать внимание. То, что там говорят, это часто красивые, витиеватые, порой жуткие фразы. Важно смотреть, что на самом деле делают. А вот тут мы пока не знаем. Ясно, что он там оказался, ему было важно там оказаться. Не сомневаюсь, что у него были встречи на серьезном уровне с американцами. И дальше будем смотреть, будем наблюдать. Приходит целый ряд множества противоречивых новостей. Вот, например, была вчера же новость о том, что вроде бы американцы добились того, что Катар пересмотрит свое отношение к Хамасу. Ну, что значит пересмотрит? Наверное, это означает перестанет финансировать. Ну, а что там, собственно говоря, уже финансировать, если понятно, что Хамас в своем сегодняшнем виде будет уничтожен. А то, что от Хамаса останется, это вопрос, кому это будет надо и кто это будет финансировать. Так что информации забрасывается много, очень противоречиво. Почему Израиль до сих пор не начал наземную операцию? Сначала погода мешала, потом еще что-то. Что случилось? Я думаю, много факторов. С одной стороны, действительно подготовить эту операцию очень сложно. И решиться на нее, в принципе, это уже много было раз повторено. Она будет, то, что она будет, я не сомневаюсь, но вот именно принять решение, политическое решение, довольно тяжело, потому что это будет сопряжено с большими человеческими потерями. Как со стороны израильских военнослужащих, так и со стороны населения в секторе газа. Придется вести войну в городских условиях, искать эти тоннели. Это с военной точки зрения, это очень сложно. Это надо прорабатывать, это надо готовить. Поэтому сейчас израильтяне вышли на новый уровень. Они проводят уже наземные операции в Газе, но они проводят эти операции точечно. Будет ли широкомасштабное вторжение, думаю, скорее будет, но потребуется определенное время. Тут вопрос заложников. Тут уже очевидно, что Хамас брал осознанно заложников с иностранными паспортами, в том числе, ну, с этим было и связано и нападение на фестиваль, конечно же. Полагая, что эти заложники, с помощью этих заложников можно будет как-то сковать Израиль. Поэтому там идут по-прежнему какие-то переговоры. И понятно, что если начнутся боевые действия на земле, эти переговоры прекратятся. И поэтому заложников в этом случае, ну, освободить будет невозможно. Кроме того, американцы, очевидно, давят на Израиль и полагают, что, во-первых, надо еще лучше проработать эту операцию. И, второе, надо добиться того, чтобы в итоге все не расползлось на большую войну на Ближнем Востоке. То есть необходимо еще поработать дипломатически. Ну и американцы, как очевидно, они готовятся к вариантам В и С, то бишь к масштабной эвакуации американских граждан со всего Ближнего Востока. Поэтому они свозят свои транспортные самолеты, отправляют на Крит и прочее. То есть необходимо провести еще какую-то подготовку. Да, с израильской точки зрения это не оптимально, потому что чем больше ты затягиваешь, тем больше времени у Хамаса подготовиться. Но, с другой стороны, Израиль же не останавливается. Эти бомбардировки, они идут. Точечное уничтожение террористов продолжается. Сейчас у нас еще есть точечные наземные операции. Так что постепенно мы к этой наземной операции идем. Я думаю, что у нас состоится. Таньях говорит, что без вариантов, и там месяца три на это понадобится, на все. А что Эрдоган? Что вообще? Чего ты? Он вчера отменил визит в Израиль, сказал, что Хамас это не террористическая организация, и вообще Израиль неправильно себя ведет там в регионе. Зачем ему поддерживать террористов? Ну зачем? А член НАТО. Эрдоган всегда интересует только одно, свои собственные интересы. Он смотрит, какие настроения, и он всегда готов ловить рыбку в мутной воде. Сейчас он для себя считает, что с антиизраильской риторикой можно добиться дополнительных симпатий, как в самой Турции, консолидировав еще больше турецкое общество, так и за пределами в мусульманском мире. Для себя Эрдоган считает, а вот думаю, что в этот раз у него не получится, что то, что он говорит, он вообще к словам относится очень спокойно. Слово для Эрдогана ничего не значит. Сегодня он вас объявит утром братом, днем он скажет, что вы его главный враг, вечером вы снова будете братом. То есть его слова, они как бы абсолютно пустые, и в Израиле к этому привыкли. Поэтому в Израиле к словам Эрдогана относятся даже более спокойно, чем к словам условного, я не знаю, Путина или Гутерша. Потому что в этих случаях считается, что слово играет все-таки большую роль, чем в истории с Эрдоганом. Он много раз уже это делал, критиковал Израиль, сделал совершенно жуткие сравнения с нацистами, это тоже в его репертуаре, а потом через некоторое время все откатывалось, и отношения, и шла нормализация. В этот раз, я думаю, что он заигрался, и, по-моему, он не осознал главное. В Израиле под влиянием того шока и ужаса, который пережило израильское общество, идет переоценка, пересмотр не только внешней политики, но и приоритетов. В Израиле очень внимательно следят за тем, как какая страна, какой политик реагирует сейчас на израильскую трагедию. Если Эрдоган в какое-то время вернется к более доброжелательной израильской риторике, не про израильской, но более доброжелательно начнет говорить, уже не поможет. Тут в Израиле в этот раз, мне кажется, как мне кажется, делают совершенно четкие выводы, и Израиль, с моей точки зрения, после завершения войны ожидает ревизия собственной внешней политики и собственных внешнеполитических принципов. Оказался очень важный момент, он важен не только для израильского контекста, он важен и для белорусского, и вообще для европейского. Израиль готов был взаимодействовать с диктаторскими режимами. Во главе израильской внешней политики не стояли права человека и свободы. Главная была тема безопасности. Считалось, что то, что делает Путин, например, в Украине, это очень плохо, мы это критикуем дипломатически, но у нас свои интересы, мы не поставляем вооружение, чтобы не провоцировать Путина дополнительно, чтобы он нам не портил жизнь и прочее. Вот сейчас что показала эта война? Что ты можешь пытаться заигрывать с таким, как Путин, ты можешь не обращать внимания даже на его антисемитские, откровенно антисемитские заявления, как это было в случае Зеленского. Ты можешь закрывать глаза на его контакты с Хамасом и Ираном, это тебе выйдет боком. Вот случилась трагедия, и Россия ведет себя так, как она, собственно говоря, ведет. Случилась трагедия, и Турция ведет себя так, как она ведет, хотя считалось, что с Эрдоганом в последнее время были довольно неплохие отношения. То есть это лишний раз показывает, что диктаторские режимы, они неисправимые, диктаторские режимы не могут быть друзьями. Это твои противники, а в худшем случае это твои враги. И это надо понимать, любое заигрывание с диктатурой в итоге оборачивается против тебя, и вот это именно тот опыт, который сейчас получает Израиль. Вы сказали, что Эрдоган может набрать очки в мусульманском мире, а может и не в мусульманском, может и вполне в европейском, в американском, потому что то количество левацких настроений, которые вдруг всплыли, всплыло, да, и то количество вот этих сообщений без оглядки, и сообщений от людей, которые без оглядки доверяют сообщениям Хамаса, ну, меня просто, честно говоря, поражает. И вот давайте немножко приоткроем, мы с вами вчера разговаривали вообще о пропаганде, да, как это работает, и сошлись в такой любопытной точке, когда заговорили о карикатурах. Это ведь очень интересная тема. Карикатуры, вот даже в пропагандистских белорусских СМИ появляются какие-то отсылки. Вот смотрите, Шарли Эбдо вот вышла с новой карикатуры, и там якобы они там против Израиля, значит, они за Палестину, за свободу Палестину. А выясняется вдруг, что это все фейки. Выясняется, что это производят где-то там в Москве, например, каких-то, да, лабораторий. Давайте вот я предлагаю посмотреть, да, Александр, давайте посмотрим эти картинки. Давай. Просто, чтобы вы понимали, вот это фейки конкретно. Вот это, ну, в принципе, вы можете сами прокомментировать. Это, скорее всего, российская карикатура, когда сравнивают израильскую политику с Гитлером. Гитлер – это очень распространенный мотив. Кстати, в карикатурах Хамаса очень часто принято представлять Нетаньяху и других израильских политиков в качестве нацистов. Но что тут важно в этих карикатурах? Они, скорее всего, ну, тут надо еще внимательно смотреть, это, скорее всего, пока гипотеза предположения. Скорее всего, они производятся в России, потому что из России их и закидывают главным образом. Но для российской стороны важно пытаться представить эти карикатуры как карикатуры иностранные. Конечно. Показать, что вот такие же настроения распространены в Соединенных Штатах, они распространены не в Европе. Очень много вот как раз-таки вот карикатур на израильско-украинскую тематику. Вот эта карикатура, которую вы сейчас, кстати, показываете, она настоящая. Это Шарли Эбдо настоящий, да. Это Шарли Эбдо, тут обыгрывается история с тем, что прекращены поставки воды в газу, и боевик Хамаса спрашивает, почему Израиль себя так по-варварски ведет. Что за варварство, да. Что за варварство. При этом, кто занимается варварством, варварством известно. То есть, существует попытка этими карикатурами их закинуть в Европу, их распространить там, и тем самым показать, что в Европе соответствующие настроения развиты, особенно антиукраинские. Очень мотив, который часто можно встретить в российских карикатурах, это мотив того, что сейчас европейцы и американцы отдадут все деньги Израилю. Ну, Израиль чаще всего в этом контексте упрощается, все деньги получат евреи, а Украина не получит больше ничего. Ну, и они любят такую тему, она во многих карикатурах присутствует. Там появляется в качестве персонажа карикатуры Зеленский, которому Байден говорит, что все деньги я сейчас отдаю евреям, вам больше ничего не достанется. И Зеленский в этот момент спрашивает, а почему, ну я ведь тоже еврей, почему вы мне не даете? То есть вот этот антисемитский мотив, чтобы еще раз подчеркнуть эту извечную российскую пропагандистскую тему происхождения Зеленского, он тоже присутствует. Если резюмировать все, о чем мы сейчас говорили, когда мы хватаемся за голову в ужасе от того, что в Европе и в Штатах такое количество вот этих левацких настроений, поддерживающих, может быть не все так страшно, а работает просто пропаганда, которая, в общем, на то и направлена, чтобы показать адекватным людям, что да, да, так вот смотрите в мире, вон за Палестину. Продемонстрировать это все, чтобы показать, убедить. Ну, в Европе же и в США тут немножко спектр людей, которые поддерживают Палестину и поддерживают Хамас. И опять же, тут надо прямо сказать, не каждый, кто сочувствует палестинцам или поддерживает Палестину или выступает за создание палестинского государства, является террористом, сторонником Хамаса и прочего. Так что это необходимо подчеркнуть. Не каждый человек, который заявляет, что он сопереживает детям в Газе, допустим, является сторонником Хамаса, разумеется. Что есть? Есть традиционные антиизраильские, антисемитские настроения как среди ультралевых, так и среди ультраправых. Так что в этом они едины. Но и, конечно же, особенность западноевропейского и американского общества заключается в том, что в этих регионах мира есть большие диаспоры людей, выходцев из Ближнего Востока, мусульман и так далее. И они в этом конфликте, в этой войне, они стоят на стороне, на арабской, на политической стороне, разумеется. Их воззрения подпитываются соответствующей пропагандой. Тут Хамас действует очень активно. Но и, в принципе, такие каналы, как Аль-Джазира и прочие, они тоже распространяют эти настроения. И это усиливает радикализм в этих руках, конечно. Ну а Россия, в свою очередь, конечно, заинтересована в радикализации и в проблемах в Европе. Если в Европе начнутся восстания, мятежи, бунты, погромы, все возможное, то внимание будет полностью, конечно, отвлечено от Украины. И Европа займется собой. И встанут вопросы, вообще можем ли мы позволить себе в таких условиях, когда у нас самих кризис, заниматься Украине, помогать ей. Так что Россия на это и делает ставку. Это совершенно очевидно. Со стороны России брошены огромные пропагандистские ресурсы. Те люди, которые делали в пользу России, вели пропаганду на ими странных языках, немецкий, французский, английский, на европейских языках, они до 7 октября занимались фактически исключительно Украиной. Сейчас их бросили на эту тему, на тему израильскую. И, конечно же, они своей деятельностью хотят внести вклад в то, что в Европе начнутся конфликты, то, что Европа начнет полыхать, то, что в Европе начнутся проблемы. И, конечно же, это серьезная опасность. Ее нельзя так просто насмотреть на это спустя рукава. Друзья мои, поэтому будьте, как сказать, соблюдайте гигиену. Да. Вот, элементарно. Проверяйте, если вдруг чего, и не поддавайтесь панике. Знайте, что идет масштабная работа в этом направлении, чтобы ваши мозги вот этим забить. Александр, у нас три минутки, насколько я знаю, осталось. Давайте вот мы по касательной прошли эту тему. У нас, видите, какая плашечка. Лукашенко спас мир. Ну, это же ведь очень, с одной стороны, забавно, с другой стороны, ну, а в чем он не прав? Может быть, он не прав только в последовательности действий в 2020 году, если бы к власти пришли такие, как мы. Он говорит, они бы пригласили тут же НАТО, НАТО радостно бы вошло, и Россия бы ответила. Может, НАТО бы не успела зайти? Да, но в чем он не прав? Ну, в чем он не прав? Вошли бы путинские танки в Белоруссии. 17 августа, например. А там уже глядишь, черт его знает, может, действительно ты. Лукашенко все-таки, ну, хоть отчасти он может быть прав. Может, он действительно спас мир. Подумаешь, пару дубинок засунул там кому-то. Ничего страшного, зато спас мир от Третьей мировой. Ну, особенно, конечно же, он спасал мир от Третьей мировой в тот момент, когда он в 22-м году предоставил территорию Белоруссии для российского вторжения. В Украину. Всю эту риторику о спасении, мы, конечно, надо ее отбросить. Эти пафосные и пустые, бессодержательные заявления. В чем он, я думаю, отчасти прав. Ретроспективно, наверное, это можно сказать. Это в том, что если бы в 20-м году его режим пал бы, или бы действительно совсем зашатался, если бы ситуация пошла по такому же сценарию, как это произошло в феврале 2014 года с Януковичем, когда Януковичу фактически пришлось бежать, он вынужден был бежать, если бы он не бежал, он попал бы в руки сторонников Евромайдана, и тогда бы ничего хорошего его, разумеется, не ожидало. Я думаю, что если бы в Беларуси ситуация пошла по такому сценарию, тут бы без вмешательства Российской Федерации не обошлось бы, причем не допустили бы, скорее всего, они вообще того, чтобы режим Лукашенко упал, они, скорее всего, вошли бы превентивно. И в этом случае в Беларуси ожидали бы только два очень плохих сценария. Первый – это Лукашенко в качестве полной российской марионетки с нахождением российских войск совсем в другом количестве на постоянной основе уже в 2020 году. В худшем случае мог бы повториться, наверное, Беларусь и Крымский сценарий. То бишь, они бы вошли и просто Беларусь аннектировали, произвели бы аннексию так, как они это сделали с Крымом в 2014 году. Просто в 2020 году, мне кажется, у многих людей, во-первых, ну, трудно было, во-первых, в 2020 году трудно было представить, естественно, то, что произойдет в 2022 году. То есть те, кто сегодня говорят, что они знали, что будет эта война, ну, они, я думаю, в большинстве своем лукавят. Во-вторых, у нас в 2020 году был перед глазами все-таки довольно позитивный армянский пример, и этот армянский пример, он заслонил украинские события. Ну, казалось бы, вот если мы смотрим сегодняшние перспективы, когда в Украине произошел Евромайдан, Россия ответила так, как она ответила, и, соответственно, в Беларуси должен был бы произойти в 2020 году тот же сценарий. Но у нас же тогда перед глазами были еще и события в Армении, когда к власти пришел Пашинян в результате демократических протестов, и Россия это приняла. Поэтому у нас был этот сценарий перед глазами, и можно было говорить, ну, может быть, да, действительно, не все так однозначно. Не факт, что они обязательно отреагируют вторжением. Ну, как оказалось, видимо, вариантов нет. Ну, это по Лукашенковскому мнению, потому что и Тихановская тогда говорила, Владимир Владимирович, помогите, помните, мудрый разберется. И на маршах протестов, протестных были флаги, триколоры. То есть, в принципе, если бы Россия была... Ну, я не думаю, что там совсем уж дураки, да? Ну, вполне могло бы обойтись армянским сценарием. Вполне. Ну, на мой скромный взгляд. А те, кто... Теретически, да. Но, опять же, если мы даже посмотрим на армянский сценарий, что происходило с Арменией, да, они приняли Пашиняна, но что было после этого? После этого они же фактически сделали все, чтобы, во-первых, ослабить Пашиняна, и чтобы они отвернулись от Армении во время событий 2020 года и во время последней войны. То есть, то, что они просто приняли Пашиняна, я бы сказал, что это не совсем так. И все-таки, да, мы не должны забывать, что в Беларуси это не Армения. Все-таки в Беларуси там совсем другое отношение. Мне кажется, что когда отдельные российские политологи поговорят о том, что Россия воспринимается... Беларусь воспринимается Путиным как то, что уже тебе принадлежит, что у тебя уже в кармане, что уже не надо завоевывать, то потеря того, что у тебя в кармане, что ты заложил в этот карман еще 20 лет назад, и даже больше, там, 25 лет назад, это выглядит гораздо более болезненно, чем потеря того, что у тебя перед тобой еще находится, и тебе еще надо завоевать. Так что я полагаю, что в случае падения режима Лукашенко, или если бы он очень сильно зашатался, а сам Лукашенко бы к России обратился, они бы его вернули и укрепили на российских штыках. И я не хочу никоим образом как-то обелять то, что происходит в Беларуси, начиная с 2020 года. Это абсолютно ужасно, неприемлемо и катастрофично. Но вы же понимаете, что всегда может быть хуже. Вполне возможно, что если бы Лукашенко в итоге привезли на российских штыках, попытались бы, по крайней мере, то события в Беларуси с 2020 года выглядели бы еще хуже, чем это сегодня. Она уже сегодня ужасна, а могла быть, наверное, еще хуже. Ну, вообще, тема, если возвращаться к Армении, очень... Режиссер мне в ухо спрашивает, так что, Лукашенко молодец? Нет, Игорь, он не молодец. Так вот, если возвращаться к Армении, мы очень надеемся, что поговорим с Екатериной Глот, пригласим ее к нам в эфир, она политаналитик, сотрудница Европейской сети лидерства. Вот это ее тема, да, вот эти бывшие эти республики. И мы поговорим про этот сценарий ереванский, армянский. Что вообще происходит, да, что будет с ОДКБ, как они вот, вот как себя сейчас Пашинян... Это очень большая тема, это очень интересная и большая тема, поэтому сейчас мы не будем на этом устанавливаться. А последнее, что я хотел сказать в нашей встрече, вы упомянули тех, кто предсказывал войну, вот они все-таки, наверное, там преувеличиваются. Я хочу сказать, что те, кто предсказывали войну, Александр, вчера радостно рапортовали о том, что Путин умер. Вот давайте на этом и поставим то. Вот за это и выпьем, правильно? Как вы замечательно написали у себя, можете сами процитировать, а я выпью за это воды. Да, если так есть, Путин умер, ну и Хамас с ним. Путин умер, Субтитры сделал DimaTorzok